Мировоззрение В прошлом ролике мы обсудили, что с позиции ноосферного мировоззрения смерть каждого из нас – это еще не конец всего. Также мы коснулись вопроса того, что с позиции ноосферного мировоззрения жизнь строится на реинкарнацию. А также на том, что в ноосферном мировоззрении этот вывод сделан не на религиозной, а на научной основе. Ну вот теперь, думаю, давайте попробуем остановиться на этом несколько подробнее. Современное научное исследование клинической смерти и реинкарнации очень интересное. И период насмешек и издевательств над учеными, которые пытаются всерьез изучать данное явление, к счастью, уже довольно давно закончился. На мой взгляд, наиболее хорошо научному исследованию поддается так называемый опыт вне тела. Это официальный тирмен. Давайте с этих исследований опыта вне тела мы и начнем. Наиболее интересными, мне здесь кажутся исследования, самопарния. Вот, кстати, как он выглядит. Что такое опыт вне тела или другое название «околосмертное переживание»? В момент клинической смерти сознание человека якобы выходит из тела. И он может видеть со стороны себя врачей, осуществляющих процесс реанимации, но и, скажем так, и еще очень многое другое. Самое же главное, этот опыт полностью поддается научному анализу. Дело в том, что если после того, как его реанимировали, человек адекватно рассказывает, что с ним происходило, как врачи его реанимировали и так далее, то это стопроцентное доказательство того, что происходящее не было галлюцинацией. А этот опыт вполне реален. Финансирование крупного проекта, позволяющего проверить опыт вне тела, и удалось добиться самопарния. Удалось ему его добиться от правительства нескольких стран, а именно Соединенных Штатов, Великобритании и Австрии. Исследования были начаты еще в 2001 году, но по-настоящему масштабным этот проект стал в 2008 году. Он продолжался 4,5 года, и в его ходе были обследованы 2060 человек. Обследования происходили в специализированных клиниках, в специализированных медицинских центрах, указанных в странах. Суть исследований предельно проста. Всем людям, участвовавшим в эксперименте, предстояло пережить клиническую смерть. Они все были очень тяжело больны. К ним ко всем врачам обратились с просьбой детально рассказать, что они видели, когда находились в состоянии клинической смерти. Естественно, если процесс реанимации пройдет удачно, и испытуемые смогут элементарно, физически смогут об этом рассказать. Кроме того, для дополнительных гарантий под потолком реанимационных палат были установлены специальные полки, на которых были разложены листы с изображениями различных геометрических фигур. Треугольников, квадратов, прямоугольников и так далее. Полки были установлены на высоте заведомо исключающей, чтобы испытуемые могли увидеть эти фигуры со своей койки. Еще одна особенность опыта вне тела в том, что человек, вернее его душа, в таком состоянии может летать. Летать в прямом смысле слова. И человеку не составило бы труда, точнее его души, подлететь к указанным полкам, посмотреть, что там на них изображено на этих рисунках, ну и запомнить это. Вот, собственно, и все. И, как я сказал, такие исследования проводились в течение четырех с половиной лет. А вот дальше начинается самое интересное. Правительствами стран, в которых происходили данные исследования, их результаты были засекречены. И так продолжалось до 2014 года. Но в 2014 году сам парень решился нарушить табу. Он с коллегами выпустил статью, в которой частично рассказал о результатах данных экспериментов. Кроме того, дал ряд интервью различным средствам массовой информации. И нужно сказать, что на многие конкретные вопросы он так и не ответил. Видимо, был связан подпиской о неразглашении. Но главное он сказал, и его слова никак не поддаются произвольному толкованию. Он открытым текстом прямо сказал, что он со своими коллегами доказал, что смерть – это далеко не конец всего. И жизнь каждого из нас продолжается после смерти нашего биологического тела. Как я уже сказал, исследование самого парня далеко не единственное. Исследование того, что смерть – это далеко не конец всего, и наша жизнь после биологической смерти продолжается. Но об этом мы с вами поговорим в следующем. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.